В микрорайоне ДЗФС, рядом с Ковригинским шоссе, строится церковь Спаса Всемилостивого. Патронирует возведение храма благотворительный фонд Святая Русь Юлии Чарышкиной. Руководитель проекта Игорь Коровин из архитектурно-реставрационной мастерской Аркада СТ. Тот самый архитектор, который возглавлял реставрацию Николопешножского монастыря. Храм строится в традиционном русском стиле храмозданном с элементами 17 века. Московской Ярославской архитектурной школы, соответственно, того времени. Он, конечно, не повторяет ни один из созданных тогда объектов, но совмещает в себе общие концепции, общую деталировку, и по своей структуре он не повторяет никакие конкретные церковные памятники того времени, а это нечто исключительно новое. По словам строителей, 80% работ уже завершены. Осталось поставить купола, сделать внешнюю и внутреннюю отделку, подключить к коммуникации. 4 сентября будут установлены колокола в новой церкви. Полное завершение всех работ запланировано на лето 2016 года. С начала строительства, вот до сегодня дня, произошла такая огромная работа. То есть сделано подвальное помещение, там будет крестильная огромная, то есть в виде креста будут... Пределы Иоанна Притечи. Пределы Иоанна Притечи. Огромные раздевалки для инвалидов с ограниченными возможностями. Да, в храме предусмотрено посещение его людьми с ограниченными возможностями. Храм рассчитан где-то порядка на 500 человек. Храм осенью прошлого года заложил Иван Чарышкин. И теперь дело отца продолжает президент благотворительного фонда Святая Русь. Общая смета работ составит сумму в почти 300 миллионов рублей. И без помощи многих и многих жертвователей так быстро возвести эти стены было бы практически невозможно. Кто жертвовал деньгами, кто стройматериалами. Руководитель проекта Игорь Коровин подарил храму колокол, приобретенный за собственные средства. И когда человек приходит в храм, он именно обретает, хочет обрести вот эту вот истину. Обрести некое наставление. Службы еще в непостроенном храме уже идут регулярно. Кстати, особенность этого храмового комплекса. Он будет построен с учетом современных требований к общественным местам. К самому храму и к возводимой рядом пристройке будут сделаны пандусы для людей с ограниченными физическими возможностями. А также помимо обычного санузла будет построен специальный туалет для прихожан-инвалидов.